Здравствуйте! Ореховая скорлупа содержит в себе массу важных для внутренних органов человека и системы кровоснабжения элементов. Выкидывая в мусорное ведро расколотую скорлупу, мы лишаем себя определенной доли веществ, которые могли бы помочь справиться человеку с очищением кровеносных сосудов, предупреждая тем самым образование тромбоза, пишет источник. Для гипертоников. Для гипертоников настойка из ореховой скорлупы могла бы стать отличным профилактическим средством, нормализующим давление. Тем более, что приготовить такую настойку совсем несложно. Для начала нужно съесть 15 грецких орешков. Только скорлупу, разумеется, надо оставить. Ее и будем настаивать. Скорлупу надо тщательно вымыть и высушить. Возьмите какую-нибудь стеклянную или эмалированную посуду и выложите туда подготовленные черепки. Залейте скорлупу водкой, нужна одна бутылка, и поставьте в сухое, теплое место. Две недели замоченная водки кожура грецкого ореха должна настаиваться, а по истечении этого срока в вашем доме появится отличное лекарство, богатое кумарином. Это вещество, попадая в кровь, способно рассасывать и выводить из кровеносной системы тромбы. К тому же, полученное лечебное средство может с успехом применяться в лечении бронхов, помогая рассасывать образующиеся в них закупорки. От бессонницы. Полезные свойства скорлупы, известные многим народом. К примеру, калмыцкая народная медицина применяет скорлупу грецких орехов для приготовления средства, помогающего справиться с бессонницей, головокружениями, судорогами и даже заиканием. Для получения этого природного лекарства в Калмыкии скорлупу грецкого ореха варят в молоке. Применение золы скорлупы грецких орехов. В древности скорлупу грецких орехов люди сжигали. Зола, которая при этом образовывалась, активно ими использовалась для исцеления от язвенных болезней. Для получения положительного результата эту золу смешивали свином и растительным маслом. Таким же составом мазали голову, если вдруг случалось заразиться лисьей болезнью – потеря волос. Оно способствовало более кратковременному заживлению ран и влияло на усиленный рост волос. Сегодня ореховую скорлупу в подобном виде можно применять для обеззараживания воды вместо активированного угля. Эта зола гораздо эффективнее угля справляется с очисткой воды от радиации. Это полезное свойство скорлупы грецких орехов люди используют также для выведения продуктов радиации из организма человека. Процесс приготовления обеззараживающего состава довольно прост. Скорлупу ореха можно сжечь в домашних условиях в обычной кастрюле. Измельчите сырье до состояния крошки и отправьте на огонь в любой посуде. При сжигании будет образовываться дым. В этот момент нужно начинать активно перемешивать содержимое, уже мало напоминающее ореховую скорлупу, в течение 15 минут. Потом угольки надо остудить и перетереть в порошок. Можно воспользоваться обычной кухонной ступкой. Полученный порошок используют и для обеззараживания воды и для избавления ЖКТ от продуктов радиации. С этой целью следует растворить 1-2 столовые ложки золы в стакане воды и выпивать каждые 15 минут по 2 столовые ложки. Скорлупа для эпиляции. Вы удивитесь, но скорлупа грецких орехов может помочь женщине лишиться нежелательной растительности на теле. Этим рецептом пользовались еще наши прабабки. Смешать золу ореховой скорлупы с небольшим количеством воды до образования кашицы и намазывать этой смесью участки кожи, покрытые волосами. Отличное средство для депиляции готово. Вот сколько всего полезного может получить человек от применения такого природного вещества, как скорлупа грецкого ореха. Заметьте, никаких химических составляющих в описанных лекарственных и косметических средствах нет, а значит и нет побочных эффектов, которые могут принести вред другим органам нашего организма. И если вы любите грецкие орешки, обязательно воспользуйтесь нашими рецептами, чтобы стать красивыми и здоровыми. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok